Без отрыва от процедур и назначений. Здесь, в областной клинической больнице, специально для пациентов, проходящих курс лечения, расположился избирательный участок под номером 88. Каждый смог осуществить свой выбор в этот ответственный для страны день. Большинство избирателей постарались это сделать в первый час с момента его открытия. На базе Актюбинского медицинского центра был организован 88-й избирательный участок, который организован для пациентов, которые находятся у нас на лечении. И у нас был сформирован список, где голосуют 157 наших пациентов. Свою работу мы начали с 7 часов утра. Наши пациенты проявляют очень высокую гражданскую позицию. К 8 часам утра проголосовали 70% избирателей, зарегистрированных на этом участке. Люди приходили сюда даже с капельницами, чтобы в числе первых заполнить бюллетень и отметить кандидата, чья предвыборная программа оказалась для них более убедительной и перспективной. Помимо актюбинцев, право выбора осуществляли здесь и жители других регионов. Приехал сюда лечиться. Дни 15 лет я лежу здесь в больнице. Обслуживание очень хорошее здесь. Ну вот сегодня пришли, чтобы голосовать на выборы. Вроде здесь нормально, все, я смотрю. Все, коррективно приходим. Ну что еще? Дай Бог нам здоровья всем здесь. Пусть притворяет наш Казахстан. Помимо пациентов, которые могут передвигаться самостоятельно, есть и лежачие больные. Таких сегодня 45. К ним члены избирательной комиссии отправились в обеденное время. Плюс ко всему переносные урны будут доставлены в детскую больницу, где мамы находятся со своими малышами. С детского лечебного учреждения поступило на участок 28 заявлений. Участок имеет статус закрытого, поэтому выборный процесс прекратится, как только будет принят последний голос из числа избирателей по списку. Сто процентного посещения здесь ждут уже к полудню. За процессом наблюдают два представителя отправящей партии от штаба кандидата Амиржана Кусанова. По их мнению, все проходит гладко, без задержек и нарушений. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт».